Продолжение следует... Нас будут вести двое. Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании Директ Медиа, начнет наш сегодняшний вебинар. Продолжит его Дарья Фокина, руководитель проекта Библиошкола. Наш сегодняшний вебинар называется, если полностью произносить, внедряем мотивационные стратегии обучения, аудиокниги и мультимедийный контент ВБС Библиошкола. Ну а прежде чем предоставить слово нашему первому спикеру, я хотел бы напомнить, те из участников, кто вошел не с самого начала в нашу вебинарную комнату, то промотайте, пожалуйста, чат в самое начало, там есть две интересные ссылки. Первая ссылка – это ссылка на расписание наших вебинаров на первые полугодия 2017 года. По этой ссылке вы можете перейти и посмотреть наше интерактивное расписание и, что важно, зарегистрироваться на любые вебинары, которые вам интересны, вплоть до июня месяца. Вторая ссылка – на наш учебный канал на YouTube. На этом канале публикуются записи всех наших вебинаров. И этого вебинара, если вас заинтересует запись его, тоже его запись будет на этом канале опубликована через несколько дней после самого вебинара. Ну и по традиции я хочу представить наш следующий вебинар. Следующий наш вебинар будет проходить в среду, 15 числа. Называться он будет вот так – «Как сделать электронный курс за час». Его будет вести наш приглашенный эксперт Дмитрий Кречман, руководитель компании, один из руководителей компании «Гиперметод». И записаться на этот вебинар можно вот по этой вот ссылочке, которую я сейчас вам дам прямо в чате. Вот эта ссылка. Так что приходите и на этот наш вебинар, он обещает быть интересным. Ну а на этом моя миссия заканчивается, и я передаю свое слово Константину Николаевичу Костюку, который начнет наш сегодняшний вебинар. Константин Николаевич, прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать. Благодарю за то, что вы пришли в таком количестве. Сегодня мы обсуждаем очень важную, интересную тему мотивационной стратегии вовлечения школьников в электронный формат, новые формы потребления контента. И почему это сегодня для нас очень важно. Я, собственно, минут 10 всего у вас займу, чтобы обобщить какие-то наши позиции по этому вопросу. Вот буквально на выходных в педагогической библиотеке Ушинского мы как раз провели подобное мероприятие, участвовали в нем, в котором разговаривали о будущем школьных библиотек. Назывался этот формат «Форсайт», где участники управленческих структур, разработчиков для школы обсуждали вот эти болезненные темы, что сделать и как работать так, чтобы не потерять школьную библиотеку, чтобы сделать ее интересной, чтобы привести ученика в школьную библиотеку. Потому что эта угроза сейчас довольно живая и, так сказать, непридуманная. Если вы посмотрите и на своих детей, и на наших школьников, о том, на то, насколько именно с мотивационной точки зрения выигрывает нашу схватку интернет, то легко в этом убедитесь. Буквально за несколько лет, там, скажем, за десяток лет, вот этот вот прыжок стал очень очевидным. Сегодня около 93% по статистике из школьников имеют доступ в интернет, активно пользуются смартфонами. Из них более 80% имеют контакты в социальных сетях. То есть на сегодня как раз школьная категория, скажем точнее, категория до 25 лет молодых людей, это самая активная категория пользователей интернета. И это проходит не безразлично для всех остальных участников образовательного процесса. Кто-то выигрывает, как всегда, кто-то теряет. И вот если мы смотрим на изменения, которые произошли, позвольте мне сослаться на опрос, который прошел буквально в 2014 году, был организован Лигой юных журналистов. И вот что он показал. При сравнении показателей 2000 и 2015 года интернет, как источник информации, поднялся с 14% до 71%. То есть еще буквально декаду назад всего лишь 14% молодежи рассматривали интернет и вообще использовали интернет как реальный источник информации. Сегодня это уже 71%, причем это лидер, несопоставимый даже там с телевизором и остальными форматами. Это один показатель. А другой, который стоит рядом, насколько рассматриваются школы, уроки в школе как источник информации. А здесь наоборот тенденция вниз. С 65% это значение упало до 55%. То есть школа уже как источник информации играет меньше значения, чем интернет. Ну и если еще один элемент здесь взять, книга, она упала с 50% до 32%. То есть в два раза меньше значения, чем играет тот же интернет. Так что вот в такие вещи выливается бездействие. Если все оставить как есть, то тренды эти будут развиваться и продолжаться. И понятно, что здесь есть амбивалентно и хорошая сторона, позитивная и негативная. Все-таки чем больше и чем богаче источники информации, тем это лучше. Но вопрос в том, насколько мы можем подключиться, участвовать в этом источнике информации, интернет и что из этого будет следовать для всей нашей деятельности. Еще обращу внимание, что вот именно для той аудитории юношества и молодежи, которые активно пользуются интернетом и все наши привычные форматы, такие как книга, новости, журналы и остальное, они тоже это используют гораздо больше в электронной форме, чем в печатной. И этому надо на это всегда учить. Если же мы зададимся вопросом, а подготовлены ли мы к этому процессу и тренду, может ли что-то школа противопоставить сегодня, ну не противопоставить, а сказать, что она включена вот в это новое информационное пространство, то вопрос будет обескураживающим. Нет или очень и очень мало. Практически в школе сегодня нет никаких или очень мало действительно на таких инновационных информационных пространств. И то, что мы называем интернет, как правило, лежит вне школы, за ее пределами. Дома или вот где-то в смартфоне, между уроками, не на уроке. Вот это, собственно, я считаю глубочайшей проблемой, которую мы должны решить. Следствие, если вот такой вот раскол будет углубляться, это падение интереса к школе, к урокам, более слабая мотивированность и вообще переключение интереса от занятий, получения знания к сфере досуга. А именно вот в сфере досуга, все, что мы сейчас сказали, интернет, вот там он и доминирует. Вот поэтому, на мой взгляд, нужна и нужно нам выстраивать здоровую, гармоничную систему распределения, где не делилось бы интернет и школа, досуг и знания, чтобы интернет как бы не стал отдельным от школы, чтобы везде приходилось наполовину. Интернет был бы источником и досугового, конечно, времяпрепровождения, социальных сетей и всего остального, но и источником получения знаний. А без того, чтобы мы не стали использовать эти инструменты, чтобы мы не ввели интернет в наши уроки, в нашу школьную библиотеку, без этого ничего подобного не произойдет. Вот, собственно, решению этой проблемы вообще посвящена наша вся деятельность, как электронного издательства, как разработчика электронных образовательных платформ, и в частности задачи нашей платформы Библиошколы. Ну, познакомьтесь глубже, и сегодня мы как раз посвятим этому вебинар, вы увидите, что хотя центр нашей Библиошколы представляет электронная книга, но мы стараемся вовлечь те форматы, которые в первую очередь интересны школьникам. Это и мультимедийный, и аудиоформат, тестовые задачи не все еще у нас представлены, но многими форматами мы работаем и реализуем, так и в ближайшее время у нас будут некие такие интерактивные игровые элементы, различные аналитические инструменты для работы с преподавателем. Ну, то, что на сегодня есть, предоставит вашему вниманию наш методист Тария Фокина. Вот одно важно, что вот само собой отыгрывание этой ситуации не произойдет. Нам, прежде всего, преподавателям, но и школьной библиотеке нужно научиться эти инструменты, во-первых, получить, а во-вторых, ими овладеть, и уже постепенно встраивать элементы мультимедийного, игрового порядка, встраивать вот в наш процесс, чтобы он не был с точки зрения школьника скучным и каким-то совсем чужим от того, как он живет в своей повседневности. Ну, и обращу внимание, вот для того, чтобы этими инструментами мы могли работать, у них есть очень большой плюс, прежде всего, для школьной библиотеки. Мы с вами знакомы с образом библиотеки как красивые, уютные, но часто пустующие комнаты, и вот завлечь ученика и посадить в библиотеку, разумеется, сегодня намного сложнее, чем это было раньше. Если мы так поставим задачу сугубо завлечь в библиотеку как помещение, наверное, нас ждет на этом пути скорее поражения. Интерактивные электронные форматы типа нашей библиошколы, они имеют ту силу, что присутствуют не только в самой библиотеке и даже не только в стенах школы. Те, кто уже знаком с нашей системой, знают, что если вы зарегистрировались, то этот ресурс будет доступен и дома, и для родителей, и для всех, кому интересно. То есть это действительно такой универсальный элемент, который может сопровождать ученика жизни, так же, как его сегодня сопровождает смартфон и интернет. Итак, представляем вашему вниманию наши результаты нашего труда, результаты тех усилий, которые направлены на то, чтобы сделать интернет частью учебного процесса. Благодарю вас за внимание, ну и надеюсь, вам сегодняшний интерес будет сегодняшним. день. Добрый день, уважаемые коллеги, я рада вас снова приветствовать на нашем вебинаре. Мне очень радостно и тепло в душе, что вы нас не забываете, обязательно посещайте наши мероприятия. Сегодня, как уже сказал Николай Константинович, мы поговорим более детально о мультимедийных возможностях нашей электронной библиотечной системы, системы для школы, библиошколы. Итак, приступим. Ну, все мы знаем, что на сегодняшний день приоритетным направлением проекта образования является информатизация школ. В чем она заключается? Конечно, сейчас школа приобретает новейшее оборудование, новейшую технику и, конечно же, обзаводится цифровыми образовательными ресурсами, которые в полной мере помогают реализовывать информационно-коммуникативные технологии обучения. Актуально ли это? Конечно. Сейчас нашу жизнь мы не можем представить без современных технологий. Наша жизнь это бешеное движение, бешеный поток информации, ритм. И, конечно же, естественно, это все и затронуло систему образования. Конечно, сейчас современный образовательный процесс мы не можем представить без современных технологий. Используются и компьютеры, используются и проекторы. Конечно, и роль информационно-коммуникативных технологий просто неоспорима. Во-первых, это повышает обеспечивать качество образования и уже на сегодняшний день рассматривается как ключевой момент современной школы, развития современной школы. Конечно, цифровые образовательные ресурсы помогают интегрировать учителю оптимизацию учебную и внеурочную деятельность. Конечно, уже, к сожалению, современный учитель, современное общество, современное образование и, самое главное, современные дети, которые, конечно, уже рождаются другими, они рождаются и первое, что они делают, они берут смартфоны, планшеты, они совсем другие, естественно, подход к ним должен быть тоже несколько имим. Что же такое цифровые образовательные ресурсы? Ну, конечно, ЦОР, все вы знаете, это информационно-образовательные ресурсы или ресурсы, предназначенные для образовательных целей и представленных в цифровой форме. Вот я выделила несколько форм, то есть, это фрагмент текста, рисунок либо фотография, аудио или видеофрагменты, тесты тренажера. Ну, конечно же, я буду рассказывать о цифровых ресурсах, информационно-цифровых ресурсах библиошколы, что помогает, как помогает библиошкола учителю. Конечно же, благодаря библиошколе, то есть, ресурсу, мультимедийным возможностям нашего ресурса, учителю не нужно придумывать ничего, библиошколы. Продолжение следует... Прошу прощения, уважаемые коллеги, произошел небольшой сбой, я снова с вами. Итак, как же ЭБС-библиошкола может помочь современному учителю? Ну, во-первых, конечно, повторюсь, учителю уже работаю, который работает в нашем ресурсе, уже не нужно ничего придумывать и ломать голову. Весь необходимый материал, мультимедийный материал уже содержится в нашей библиотеке, а ученик может, собственно, организовать самостоятельную познавательную деятельность. Напоминаю, что работать учитель и учащийся может не только в стенах школы, но также за ними, из любой точки доступа интернета. Поэтому, собственно, процесс образования, такой оттенок непрерывности у него появляется. Что же дает учителю ЭБС-библиошколы? Во-первых, как я уже говорила, перечисляла мультимедийные возможности, то, чтобы понять сорт цифровых образовательных ресурсов, фрагмент текста. Обязательно у нас много очень книг, которые можно открывать ими, пользоваться, выводить на экраны. У нас предоставлен иллюстративный материал, рисунки, фотографии. Конечно, учитель может контролировать и оценивать знания с помощью нашего ресурса. Естественно, ресурс помогает школьникам, учащимся формировать свои умения и навыки. У нас представлены тесты и тренажеры. Ну и, конечно, самая такая часть обучающей аудиокниги представлена в большом количестве в нашем ресурсе. В ближайшем будущем у нас появится такая возможность, как проекты, то есть учителя смогут выкладывать свои наработки, также учащиеся смогут выкладывать свои рефераты, также свои проекты. И, возможно, после выкладки своей информации, возможно, какой-то дискуссии на уроке, круглые столы. То есть, в принципе, любая форма обучения, самое главное, что голову учителю придет. А теперь давайте я попробую рассказать более детально о каждом из пунктов. Фрагмент текста обратите внимание на слайд. Перед вами представлена книга. Вы спросите мне, ну, книга, электронная книга, в чем же здесь мультимедийность? Рассказываю. Обязательно в каждой книге есть аннотация. в каждой книге есть обязательно аннотация. Когда мы открываем книгу, вот таким образом она выглядит. И над каждой книгой есть панель управления. То есть, вы можете распечатать нужную страницу, но, к сожалению, не больше одной страницы за раз. вы можете уменьшить или увеличить саму книгу, саму страницу. Вы можете выбрать также открыть ее на весь экран, либо скопировать цитату. Собственно, вот это фрагмент текста. Но мы понимаем, что учителю благодаря этому ресурсу очень легко проверить знания учащихся и разнообразить, привнести какую-то такую активную деятельность. Потому что, в принципе, учитель может вывести данную аннотацию на экран и проверить, было ли прочитано произведение. То есть, по аннотации школьник может, учитель может узнать, по аннотации сможет ли учащийся определить, о какой книге идет речь. Конечно же, когда есть возможность цитирования, то есть, учитель также может вывести через проектор на экран, то есть, на весь класс, в работе принимает участие весь класс, разумеется. Какие-то детали, допустим, если мы говорим об изучении художественной литературы, то, конечно, это может быть какие-то характеристики героя. То есть, класс может это прочитать с экрана, и начинается оживленная дискуссия, либо учитель зачитывает, и учащиеся должны ответить, кому, собственно, принадлежат данные характеристики, либо это какие-то выдержки, знаете, как роль пейзажа в художественном произведении. То есть, в принципе, возможностей очень много. Самое главное, чтобы, наверное, учитель как-то приложил, наверное, свою смекалку, да, и какие-то свои возможности, чтобы современных детей привлечь внимания современных детей. Далее, иллюстративный материал. На нашем ресурсе присутствуют интерактивные карты. Карты у нас очень много. У нас есть и атласы, старинные карты, метеорологические карты. Всех я их перечислять не буду. Для того, чтобы учитель нашел необходимую карту, он заходит в раздел цифровых карт, в каталог, перед ним высвечивается каталог, он выбирает нужную карту и, собственно, к ней переходит. Также карту можно найти по каким-то вот в этой строчке, по каким-то ключевым словам. Найдя нужную карту, он ее активирует, она открывается вот в таком режиме, это абсолютно полноэкранный режим, карты все в хорошем качестве, также карту можно вывести через проектор на большой экран, весь класс принимает участие в работе, все видят даже самых дальних парт. Перед вами карта Сталинградской битвы, то есть, конечно же, на карте указаны движения войск, оборона советских войск, как и что расположено, участвуют, принимают участие все, все видят. Но хочу сказать, что карта открывается конечно же не только на мониторе компьютера, но также на смартфонах, на планшетах, везде, где есть интернет. И отговорка учащейся, что я не нашел нужную мне карту, они в магазинах не продаются, либо их всех раскупили, конечно, такая отговорка уже не пройдет, потому что напоминаю, что если школа подписана на наш ресурс, то все участники образовательного процесса, учителя, учащиеся их родители могут заходить с легкостью в библиотеку и находить нужный материал. То есть, опять же, нет никаких сложностей и нет никаких проблем. Следующий слайд контроль и оценка. давайте более подробно остановимся пока на контроле. вы видите перед собой слайд, на котором отображается статистика. Ну, в первую очередь контроль. Контроль, конечно, учитель всегда может отследить школьника, который пользуется нашим ресурсом, нашей библиотекой. Конечно, когда школа подписывается, каждый учащийся вносится в списки библиотекаря и отображается на экране. То есть, исследовательно, учитель и библиотекарь смогут с легкостью посмотреть, открывалась ли книга та или иная учащимся и сколько страниц было прочитано. Опять же, отговорка такая, что у меня нет этого произведения, вы мне задавали, я болел и не был, тоже не пройдет, потому что, поскольку школа подписана, значит, у школьника есть доступ к ресурсу, а значит, из дома он может найти необходимую книгу и ее читать, а в свою очередь библиотекарь и учители могут отследить, было ли это вообще сделано, открыто было, была ли прочитана. Ну, и надо сказать, что, в принципе, очень удобно, наверное, на родительских собраниях, когда проходят родительские собрания, здесь представлена полная статистика, то есть, учитель может выбрать период действия, то есть, выбрать конкретный период пользования библиотекой. и в таблице Excel, либо вот в виде такой таблички получить информацию, и на родительских собраниях сообщить родителям, что у вас ребенок молодец, читает, мы это посмотрели, либо ваш ребенок, к сожалению, не пользуется, не читает литературу, обратите, пожалуйста, на это внимание. Некий такой вот контроль, получается, не только со стороны школы и учителя, но также, естественно, контроль со стороны родителей. Следующий раздел контроль и оценка, остановимся на оценке. Перед вами тестовые задания. Ну, вы скажете, опять же, ну что это электронная книга просто с тестами? Да, у нас тестов представлено очень много по всем предметам, здесь лишь небольшое количество. Ну, например, также тест, как вы видите, книга в открытом виде выглядит подобным образом. Опять же, допустим, возьмем тесты по физике, тема магнитное поле. Учитель может с легкостью проверить, как был усвоен прошедший материал, пройденный материал. То есть, перед началом урока он может также вывести страницу с тестами и весь класс должен будет ответить ему на вопросы, которые представлены в этом тесте. На мой взгляд, такая экспресс блиц-опрос будет полезен. Во-первых, учитель сможет понять, был ли усвоен материал, а учащиеся будут понимать, что каждое начало урока с них будут проводить такие блиц-тесты и, конечно, увернуться им не удастся. И я надеюсь на это, что это только сподвигнет школьников выполнять, изучать материалы, учить весь необходимый материал. Также вы видите перед вами тесты по английскому языку. У нас их, как я повторюсь, большое количество, поэтому все, конечно, на слайд не вместились, но я надеюсь, что если у нас появится желание после желающей после вебинара подключить тестовый доступ, мы, конечно, предоставим, но те, кто пользуется уже нашим ресурсом, то, конечно, знают, что материал значительно больше. Следующий раздел тесты и тренажеры. У нас на сайте также их много, у нас представлены по разным направлениям, то есть это история, это и русский язык, это иностранные языки, вот перед вами лишь некоторые из них. Обратите внимание, первые два теста я взяла, это неправильные глаголы французского языка, неправильные глаголы английского языка. Все это помогает учащимся тренировать свои навыки, умения, то есть он все время в работе. Раз неправильно ответил, еще раз, неправильно ответил, следующая попытка до тех пор, пока не будет выдаваться правильный ответ. На мой взгляд, это тренирует память, ну и, конечно же, учащиеся контролируют свою деятельность, то есть они понимают, на какие темы нужно больше обратить внимание. Русский язык то же самое, стили речи, орфография, тренировка орфографии, мы знаем, что есть в русском языке слова, которые трудны для учащихся, не все могут их с первого раза правильно написать, у нас представлен такой тест, пожалуйста, опять же, все проходит в игровой форме, в легкой форме, на мой взгляд, вот такой вид деятельности, обучения в игровой форме, ну, как-то, ну, способствует усвоение материала. Ребенок без лишних напряжений, без лишних волнений может это сделать все дома, зная, что его никто не будет ругать за неправильные ответы, что он всегда сможет еще раз этот пройти тест. Все это, конечно, расслабляет и помогает все-таки сосредоточиться и натаскать себя на правильное. Следующие тренажеры, значит, тренажеры, как выглядят наши тренажеры. Когда вы заходите в раздел тренажеры, перед вами высвечивается вот подобная табличка, страница, обязательно каждому тренажеру есть аннотация. Вот, собственно, сам тренажер, здесь представлен важнейшие даты до нашей эры. Для того, чтобы пользоваться тренажером, необходимо просто нажать вот здесь на кнопочку «Скачать». Он скачивается, открывается, и вы можете легко им пользоваться. Столько, сколько вам необходимо. Аудиокниги. Аудиокниги – это наша гордость. У нас на сайте представлено их более двух тысяч. Это и художественная литература, это и спектакли, аудиоспектакли, сказки для самых маленьких, и курсы по иностранным языкам и краткое изложение произведений художественной литературы. Их очень-очень-очень много. Книги по истории, по культурологии, все, что душе угодно. Ну, конечно же, чтобы, поскольку такое большое количество книг, их нужно как-то найти. Вы можете, опять же, найти книгу по ключевым словам, можете открыть каталог, вот он у вас откроется в подобном виде, где будут обложки автора и название произведения, но они появятся у вас все. Вы можете найти книгу по автору, либо по жанрам. Если вы ищете книгу по жанрам, вот у вас открыл, нажав на кнопочку жанра, естественно, у вас появляется подобное меню, где вы, собственно, с легкостью найдете вам необходимую книгу. Допустим, если вам нужны сказки, ну, понятно, что мы будем их искать в разделе детская литература. Профессиональная литература в своем разделе хранится. Если вам нужны какие-то исторические документы, историческая литература, то, опять же, это все структурировано, каждая книга находится в своем разделе. Проблем с поиском книг возникнуть не должно. Ну, конечно, вот я вам уже говорила, что книг у нас более двух тысяч. Перед вами слайд, несколько из них. Вот, пожалуйста, первая картинка представлена обложкой диска, девятый класс, литература, краткое изложение произведений. Для тех, ну, это, наверное, для лентяев, кто не захотел читать полностью, не нашел вдруг времени для изучения школьной программы, он всегда может открыть диск, прослушать краткое изложение, ну, хотя бы что-то он будет знать. Конечно же, у нас есть, помимо кратких изложений, обязательно есть полное изложение и художественная литература. Обратите, Анна Каренина перед вами. То есть, опять же, есть литература, и она в большом количестве, которая соответствует программному материалу, школьному программному материалу по литературе. Для самых маленьких, иногда мы знаем, что учителя работают помимо школы, еще берут себе дополнительные часы на детские сады, что ведут группы продленного дня, занимаются дошкольниками, у нас представлены сказки, их тоже достаточное количество, тоже, пожалуйста, включайте как-то громкую связь, пожалуйста, можно включить через колонки и с детьми работать, либо как-то проговаривать, повторять, чтобы дети повторяли. Кстати, на мой взгляд, это очень хорошо тренирует аудиослух, то есть, дети учатся слушать, слушать внимательно то, что им произносится. Очень много возможностей разнообразить процесс обучения. аудиокурсы, в данном случае представлены курсы по английскому языку, тоже, на мой взгляд, вещь полезная, то есть, мы можем для тех, кто, все мы знаем, что сейчас большинство родителей отдают своих детей на подготовительные курсы по английскому языку, нанимают репетиторов, помимо еще, конечно, этого, дети в школе изучают иностранные языки, то этот раздел аудиокурсов по иностранным языкам будет очень полезен, так как, во-первых, ребенок может слушать это в любое удобное для него время, конечно, учитель много может подчеркнуть для своей работы из курса, ну, из любого курса, который представлен на нашем сайте, какой-то, может быть, перенять что-то и внести на урок и что самое главное, естественно, к курсам у нас есть художественная литература на языке, то есть, в данном случае на моем примере, который перед вами, это веселые истории и шутки на английском языке. Это очень полезная вещь, я вам говорю, это как преподаватель иностранного языка, во-первых, конечно, вы можете это включить через колонки либо через наушники, можете выслушать это в удобное для вас время не только на уроке, но и дома. Конечно, мы тренируем слух, мы учимся слушать и воспринимать слова, разбирать, да, мы учимся правильно произносить слова, с правильной интонацией и учимся правильно ставить паузы в предложениях. К сожалению, иногда возникают с интонацией, с произношением большие проблемы. Мы знаем, что, к сожалению, на уроке учителя не хватает времени отрабатывать такие важные вещи, как произношение и уж точно не в школах, ну, на школьных уроках с детьми не отрабатываются правильные фолл-райзы, но это по-английски правильные синтагмы, то есть детей не учат ставить паузы в нужных местах и получается, что ребенок, если он из школы выходит умеет что-то говорить, то он говорит так, он ставит паузы в таких местах, что, к сожалению, его просто не понимают. Понимают не потому, что он какую-то грамматическую ошибку сделал, неправильно употребил время, а просто он не научился, его не научили, просто не было на это времени правильно ставить в предложениях паузы. Вот такая вещь, как аудиокниги на иностранном языке тренирует слух, и, конечно, невольно человек, который много слушает, много читает, конечно, он становится грамотнее, ему проще уже говорить, он старается подражать и уже как правильнее, правильнее уже начинает разговаривать на иностранном языке. Ну, конечно, теперь о технических характеристиках. Я повторюсь, я на предыдущих вебинарах это говорила, повторю сейчас, что вы можете пользоваться нашим ресурсом, ну, во-первых, без ограничений, а во-вторых, на всех устройствах, которые поддерживают интернет. Вот вы видите на моем слайде экран стационарного компьютера, планшет и смартфон. На всех этих устройствах, на всех операционных системах наш ресурс откроется. Книги, если вы вдруг хотите прочитать книгу, а не прослушать ее или использовать какой-то тренажер, разработаны, во-первых, прошли качественную подготовку и представлены в форматах в самых распространенных. Это PDF и EPUB. EPUB. Естественно, PDF, вы сами понимаете, что он откроется, но на любом устройстве, вы даже можете не переживать, никаких проблем у вас совершенно не возникнет. Ну, а для тех, кто хочет попробовать использовать в своей работе нашу библиотеку, для этого, конечно, нужно в первую очередь зарегистрироваться. у нас вот здесь вот в правом верхнем углу у вас будет такая кнопка, как подключиться. При нажатии на нее у вас появятся две строчки. Подключиться как физическое лицо и подключиться как юридическое лицо. Хочу сказать, что для юридических лиц у нас предусмотрены тестовые доступы, то есть мы можем дать на какое-то количество ознакомиться с нашим ресурсом. А для физических лиц такой возможности нет. Физическое лицо может только сразу купить. Срок подписки для физического лица от 6 месяцев, то есть он подключается либо на 6 месяцев, либо на 12, и пользуется, высылается единый логин пароль, естественно, и вы оплачиваете свою покупку, физическое лицо оплачивает свою покупку, и, собственно, пользуется нашей библиотекой. Для юридических лиц, для того, чтобы подключиться к нашему ресурсу в тестовом режиме, нужно заполнить вот такую табличку и отправить заявку. Заявка придет в наш отдел поддержки, технической поддержки, будет зарегистрирована и организация будет подключена к тестовому режиму. для тех, кто хочет приобрести подписку годовую, для этого нужно будет связаться со специалистами, со мной, либо с технической поддержкой. Мы составим с вами договор, если это со школы, мы составим договор со школой, и, конечно, обязательно подключим вас к нашему ресурсу. Подписка у нас годовая. В подписку входит в пользование всеми абсолютно материалами, которые представлены на нашем сайте, без ограничений. Как я уже говорила, если школа подписана на наш ресурс, то все участники образовательного процесса, учащиеся, и учителя, библиотекари, и родители учащихся, могут пользоваться в неограниченном количестве, в любое время дня и ночи, из любой точки доступа интернет. Для тех, кого заинтересовала информация, которая сегодня была услышана, у кого возникли какие-то вопросы, пожалуйста, звоните мне, вот мои контакты, пишите мне на электронную почту, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Ну и, уважаемые коллеги, мое выступление подходит к концу, я прошу вас не отключаться, так как специалист наш по курсам сейчас расскажет, как вы сможете получить сертификат за сегодняшний вебинар. Юрий Николаевич, мы вас ждем. Ну, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Значит, первый вопрос, сколько стоит подписка для школы? Подписка для школы стоит 20 тысяч год. Напоминаю, опять 20 тысяч год, библиотека наша пополняется регулярно, у нас появляются новые функции, плюс, конечно, это неограниченный доступ и пользование всех участников, всех обитателей школы. На мой взгляд, эта цена вполне адекватная, но хочу сказать, что, в отличие от других ЭБС, в нашей школьной библиотеке нет по книжной выдаче. Такого нет, то есть вы платите деньги и пользуетесь всем, что вам вот нужно, без ограничений. Подскажите, есть ли еще какие-то вопросы? Сколько стоит подписка для институтов повышения квалификации? Так, уважаемые коллеги, если вы, как говорите, касательно библиошколы, то цена, конечно же, не меняется для институтов повышения квалификации, но мы готовы рассмотреть такой вопрос, чтобы предоставить на какое-то время институтам повышения квалификации бесплатный тестовый доступ, чтобы, возможно, институты и специалисты институтов познакомили своих учителей, проводили курсы. То есть, все возможно. А цена, ну, она не меняется. Конечно, она стоит 20 тысяч. И в эту стоимость входят аудиокниги. Кстати, мы предоставляем еще бонус, только в этом году, бонус арт-портал. Это иллюстративно-образовательный ресурс и мировая художественная культура, где представлены, ну, сами понимаете из названия, да, все, что касается искусства. Все жанры представлены, все эпохи, все виды собственного искусства. Поэтому, мне кажется, ну, это выгодное предложение для школы. И не только. Вопросы еще есть? Уважаемые коллеги, если я вдруг не отвечаю на ваши вопросы, которые были заданы во время моего выступления, прошу вас, еще раз мне их напишите, потому что чат у нас двигается, и возможно, что просто я не увидела вопросов. Так, вот я вижу, что пишет видимо преподаватель или библиотекарь по поводу того, что хотелось бы для учащихся пятых, седьмых классов электронное издание аудиотекста в цели подготовки к УГЭ. Ну, как я говорила из моей презентации, было видно, что у нас есть краткие изложения, школьная программа, там, конечно, на моем слайде был представлен девятый класс, но у нас есть все классы, и также у нас есть тестовые материалы. Я думаю, что во время пользования нашим ресурсом вы сможете найти необходимые вам материалы. Проблем никаких возникнуть не должно. А вебинар, да, вы сможете скачать через некоторое время. Он появится на нашем YouTube-канале. Я думаю, что Павел Юрьевич сбросит вам все необходимые ссылки для этого. Пожалуйста, пользуйтесь, мы будем рады. Уважаемые коллеги, но, к сожалению, по техническим причинам специалист наш по курсам подключиться не может. Я расскажу вам, как получить сертификаты. Поскольку вы все зарегистрировались на наш вебинар и оставили свои данные, в частности, адрес электронной почты, то, конечно, на ваш адрес, который вы указали, придет подробная инструкция, как вы сможете получить сертификат за этот вебинар. Вы, пожалуйста, не переживайте, сертификаты вы обязательно получите в хорошем качестве, с печатями, с подписями, все как положено. Если вдруг по каким-то причинам, по прошествии какого-то времени, ну, все бывает, да, и в спамы иногда письма попадают, не всегда вы их читаете. Если вдруг по каким-то причинам вы сертификат не получили, пожалуйста, обращайтесь мне ко мне, на мою почту, мы максимально быстро этот вопрос с вами решим. Ну, уважаемые коллеги, я смотрю, вопросов больше касательно нашего портала нет. Наверное, я с вами попрощаюсь до следующих вебинаров. Большое спасибо, что вы сегодня уделили нам свое время. Субтитры сделал DimaTorzok